и теперь как я говорил шоу все from shows и 2 . запятой показывать информацию не шоу селект но сейчас я остановлю чтобы не за не нагружал процессор и пойдем дальше теперь как я говорил когда вы поставили 100 процент он говорит компьютер чтобы он в это место мы можем написать все что угодно например там будет какой-то любой другой текст и это самую часть это самая часть компьютер смотреть не будет он просто будет принимать все за одно и то же тут тоже самое поэтому единственный фильтр который будет у нас это титаник попробуем с другим давайте возьмем не титаник мер сайта и тут поставим тоже процент и теперь вы выходите все что есть в тайтон и если нам нужно узнать что сколько у нас выпусков было по титану мы также можем повторить команду каунт секунду и теперь мы знаем что у нас есть 49 49 текста в котором у нас есть название тайтон и мы продолжаем и теперь та же самая ситуация select from shows the title уже не лайк а равняется это мы повторять не будем мы это уже изучали и теперь у нас есть такая ситуация мы можем использовать несколько фильтров за раз есть два разных фильтра это and и ор но мы тут все логично то есть если and это и чтобы когда у нас фильтра будет одновременно как stranger things и фильтр на то что год будет и 16 это первый вариант или есть второй вариант давайте проверим select все from shows где title давайте равно и мы видим что выходит только один выпуск и давайте для проверки мы сделаем без and чтобы удостовериться что есть были также другие strange things в разных годах как мы видим есть два раза варианта и давайте попробуем вторую возможность это ор мер ойер у меня есть 1016 тогда уже будет выходить все что есть то есть и что выпуск который выходить 2016 и название в котором есть тренер сенс дайте секунду я задал обратно в стиле light и и теперь и теперь так давайте попробуем теперь не таким образом а например о title лайк допустим титаник теперь мы видим что тут есть титаник и stranger things и обратно титаник таким образом можем брать информацию информацию сразу с нескольких фильтров и их комбинировать супер и теперь идем дальше и теперь у нас есть последнее у каждого стал у каждой кусочкой формации весь свой собственный айди этот айди записывается каждый раз когда вы добавляете что-то новое когда больше новое я объясню чуть позже но сейчас мы используем тот же самый аргумент который пользуется до этого только вместо er мы будем писать слово айди то есть айди равняется например давайте 4 девятки и как раз мы не что такого нету давайте попробуем 9 2 4 6 5 и таким образом мы можем выводить только тот самый кусок информации в котором айди равняется тому что мы искали и как раз есть небольшое различие как вы заметили у текста стоят стоят одна кавычка а у цифр такого нет такое тоже запомните иногда бывают такие проблемы когда мы это путается и с этим потом еще нужно будет заниматься итак а теперь мы пойдем более интересную вещь мы посмотрим мы сейчас будем комбинировать разные базы данных это как это работает давайте вам похожу покажу с кем схему и вы видите в этой схеме у нас есть праймерики айди для чего что нужно делать праймерики у нас есть праймерики и у нас есть фурики фурики отвечает за то что он берет айдишку то есть их их это число не с не сам не своего база не со своей базы данных а с базы данных чужой то есть в случае сторонник ключ показывает на базу данных шоу то есть таким образом у нас есть жанры у нас есть разные базы данных например у нас есть базы данных жанр давайте вам покажу from genres и давайте вставим лимит на 10 у нас есть разные жанры которыми есть просто шоу айди и жанр и таким образом можем комбинировать эти самую формацию и выводить одну общую сейчас покажу на деле то есть это понятно select from жанры где шоу айди равняется и как раз тут эта самая информация находится эта информация комбинируется в одну и отправляется в шоу айди и вместо него быстро число которое находит в жанрах давайте покажу сперва сделаем первую команду кто есть это салек айди шоу айту равняется трендер синкс энд и р не 2016 таким образом увидим что есть тут только есть только одна информация это его айди и теперь мы это возьмем скобки и мы теперь берем это как отдельный аргумент и теперь до него будем писать select from верху же не шоу а уже шан раз беру за тобой не успею не успевает повторять не успеваете на хорошо тогда давайте я буду писать это мини торопясь и ты можешь так быстро надавать время чтобы не могли переписать хорошо у нас есть жанры и сейчас я быстро повторю в шоу айди равняется этому аргументу я забыл . . запятой тогда этими секунду тут у меня есть небольшая проблема . спитая стоит не там где надо и теперь вы видите что ушел айди под таким у которых трендер синкс у него жанр равняется драма фэнтези и хоррор давайте я вам покажу этот код немного длинный что вы смогли успели копировать . . . . . . Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте быстренько повторим. Все ли успели написать код? Пожалуйста, напишите в чате, я проверю. Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу прощения. Итак, давайте повторим. У нас есть этот аргумент, в котором мы выводим его ID. И таким образом этот аргумент, он заходит сюда, и show ID Stranger Things, он идет и обрабатывается в жанрах. И в жанрах показывается вся информация, которая есть. И таким образом у нас выходит жанра, драма, фэнтези и хоррор. Итак, давайте пойдем дальше. И быстренько повторим. То есть у нас это будет то же самое, что мы делали только что. Только в этот раз у нас будет title The Office. Так, давайте не ID, давайте все сразу. Так, мы это ввели, мы это знаем, и идем дальше. И теперь у нас будет интересная ситуация. Если у нас даже не фильтрация, а сортировка. Теперь мы будем сортировать по эпизодам. Сейчас покажу, как это работает. Select From The Office, двое точь убираю, и поставлю вместо него Order By Episodes. И забыл точку запятую. И теперь мы видим, что до этого они вводились, сортируясь по его ID. То есть компьютер просто проходил по всем ID, если находил схожие, просто добавлял. А в этом случае он каждый находит, собирает в одну большую кучу и обратно сортирует его уже не по ID, а по эпизодам. То есть 6, 8, 14 и так далее. Это может быть важно, когда нужна правильная очередность. Например, вы хотите обрабатывать данные не просто брать в одну кучу все, а чтобы эта информация перед тем, как придет вам на компьютер, эта информация уже была сортирована заранее. Так, кстати, давайте я вам дам полминуты, чтобы могли это записать. Как сможете записать, пишите «Да» в чате, я буду проверять. Если выдача пустая, то, скорее всего, у вас там просто орфографическая ошибка. Можете проверить. Так, я вижу, что закончили. Есть те, кто еще не закончил? Можете написать «Нет». Все, супер. Тогда мы продолжаем. Встать, секунду. Я это перенесу. И мы идем дальше. И теперь у нас есть второй аргумент. И чтобы его вести просто, как я говорил до этого, кликайте кнопку вверх, чтобы вернуться обратно, и просто вводите новую команду. Это «Dests». То есть, есть в английском есть слово «ascending» и «descending». «Descending» означает, уже он идет не по возрастанию, а, извините, не по убыванию, а по возрастанию. Точнее, прошу прощения, да, если это идет по убыванию. Но в этом случае база данных показывает наоборот. То есть, первая информация как раз идет по 188, 30, 28 и так далее. И мы идем дальше, через 5 секунд. И, как я говорил, можно также добавлять сколько угодно фильтров и сортировки. Например, в этом случае мы уже используем все. То есть, мы говорим и фильтр, и сортировка по эпизодам, и сортировка по убыванию, и лимит на один. Думаю, повторять не буду эту команду. Мы и так уже понимаем, как оно будет работать. Идем дальше. Теперь попробуем то же самое. У нас есть база данных. PersonID. А, у нас есть, точнее, столбец PersonID. из базы данных звезд, где showID равняется. И тут нужно будет посмотреть еще раз. 386, 676, 386, 676, точка запятой. Подавайте для красоты. Сел на пробел. И все. И теперь таким образом у нас выходит база данных с PersonID. Это какие-то звезды. Мы не брали их имена, мы брали только их номер. А теперь, что можно сделать с этой информацией. Сейчас пойдем дальше. И теперь тут будет немного сложный код, но вы не бойтесь, это просто аргумент, который находится внутри другого аргумента. Сейчас кратко объясню, как он работает. Для того, чтобы понять, как работает команда в SQL, лучше выйти не слева направо, а наоборот, справа налево. То есть, затем первый аргумент – это select ID from shows, где title – the office. И он покажет только эпизод, в котором есть самое большое количество эпизода. То есть, он берет список всех эпизодов, берет по обуванию и берет самую высокую. Теперь мы уберем его ID, этот ID переходит сюда. И теперь получается такой код, что мы находим ID человека, который в звездах, который участвовал, и его ID равняется аргументу ниже. Эта информация приходит еще выше. И теперь тут в аргументе пишется следующее. Найти имя человека в людях, у которых ID равняется, как написано, ниже. Теперь дайте я это скопирую. Дайте мне секунду. Пока что можете не копировать, я сейчас еще буду вам показывать. Так, дайте мне секунду. Спасибо. Спасибо. давайте переписать для этого сейчас я сделал вот так крантинал и сделаем следующие здесь не видно я сейчас немного увеличу что было видно и давайте попробуем висит команду select все из жанр в котором о резинке это не та команда секунду команда повторим и теперь давайте будем писать select люди в котором у нас и находится в звезды в котором шоу прикидывается открываем новые скобки select ID from shows где тайтл равняется офис и очередность идет по эпизодам . и теперь он говорит что здесь какая-то ошибка давайте проверим ошибку а я сейчас нахожусь не в базе данных нахожусь в линксе как видите сейчас быстренько зайду в базу данных для этого пишу шоус через скил лайк скил лайк три шоус теперь и теперь если и от сама команду запишу у нас выходят люди которые участвовали в данном сериале и в котором было как можно больше эпизодов и вы видите что выходит такая база данных давайте я подожду как вы все это запишите и после этого мы продолжим а пока вы запускаете я вам покажу как именно он работает давайте сейчас именно включу только первый аргумент все остановил беру итак мы берем нижнюю тайтл за офис сортируем по эпизодам побыванию лимит 1 тут берем скобку и выходит такой вот эти и как раз мы его должны перенести в другой мы поэтому берем эту скобку лычки и мы берем вводим другого аргумент то есть это салат person айди и так далее и теперь будет работать второй аргумент он будет показывать количество людей которые участвовали в данном сериале и как вы видите здесь количество аргументов уже не один а несколько и но как раз таки с этим скил может работать он может обработать данные несколько раз для этого самом главном аргументе мы пишем не через равно мы работаем через ген разница равно и им в том что равно он работает только с одним числом то есть если это все это вести он выведет ошибку потому что он умеет работать с несколькими аргументами сразу но in in берет каждый аргумент и каждый аргумент вводе формации и таким образом вся эта куча информация комбинируется в одну и у нас получается что выходит такого главного аргумента этим секунду скопирую и таким образом это самое число переводится в их имена я не совсем понял вопрос ганс альф причем отличается от равно если это про in iran равно то я объяснял до этого да эта база уже база готова база на в котором мы смотрели что уже регистрируется и чуть позже покажу как туда баз данных добавлять информацию и удалять информацию но это будет несколько позже давайте включу обратно презентацию и теперь давайте мы сейчас решим одну задачу я хочу чтобы вы попробовали это сами не используя никаких записок я хочу чтобы вы сами попробовали как те вопросы которые сейчас написаны в каком году вышел черное зеркало какие же андре и strange things что из офис и каких сериалах было джонни фернстон мы эти мы эти задачи уже только что почти что все решили я хочу посмотреть так как вы сделать это сейчас есть четвертом будет немного интересно с чертом мы чуть позже разберемся я вам даю 5 минут и жду как вы напишет что вы решили все задачи эти секунды спасибо Продолжение следует... 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 people или айди равняется давайте допустим одному мы видим что у нас есть астари астари и если мы хотим удалить что-то мы просто пишем делать все что мы тут не будем писать аргумент потому что берем все сразу из вас данных людей в котором айди равняется одному я напишу это ударяется эти песни напустим то ведь что этой информации у нас попросту нету и таким образом можем удалить информацию по фильтрам но будьте осторожны если вы сделаете это не нарочно и забудете про фильтры вы попросту удалить все у базу данных давайте это продемонстрирую но его я хотел чтобы это из делали со своим потому что она эта база данных еще будет нужно я кликаю enter извините не садь не эта команда я напишу дэвид и таким образом я удаляю все что есть позитивных и теперь если напишу select все people у нас не будет ничего потому что все это удалил теперь а теперь пойдемте чуть дальше а теперь я хочу сыграть с вами небольшую детективную игру у нас есть база данных в котором есть один город и и в этом городе кто-то украл утку и мы должны посмотреть по базе данных по базе данных полиции и все это фильтровать ассортировать чтобы найти хотя бы подозреваемых кто мог украсить самую утку давайте я сейчас вам скину в чат чтобы все смогли скачать как все скачайте мне скажите я вам до минуту а то и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте мы посмотрим сперва на базу данных. Я выйду с этой базы данных. Это будет через точку exit. И теперь я зайду в папку SQL. И у нас есть тут база данных, которая нам нужна. Это FUTV. И теперь посмотрим их схему. Что у нас вообще есть? У нас есть криминал, который прошел. Интервью. У нас есть записи с местопоступления, то есть с камеры. У нас есть транзакции, которые происходили. У нас есть банковские аккаунты. У нас есть аэропорты. У нас есть перелеты, которые были. И у нас есть пассажиры, которые там участвовали. И звонки. И люди. Хотя я думаю, что давайте эту самую задачу мы оставим на потом. Эта задача, она довольно интересная. Я сам ее проходил несколько часов и изучал, как оно работает. Я хотел бы, чтобы у вас был изначальный старт того, как это начать. Я вам сейчас покажу, как это работает. Для начала у нас есть... Для начала у нас есть репорты того, какие криминалы там происходили. Давайте мы посмотрим, как она работает. Мы сделаем select все из... Я скопирую. Из репортов криминала. И в котором поставим лимит на 10. И таким образом мы видим, что в такой год, в такой месяц, в такой день у нас происходил криминал. И мы сейчас ассортируем и на ту информацию, которая нам нужна. Нам нужно только то, что криминал происходил 28 июня. Сейчас увеличу. 28 июля. И это происходило в Чемберден-стрит. Давайте я просто напишу сперва первый фильтр. То есть, где месяц июль, да, равняется 7. И день равняется 28. У нас уже будет несколько информаций. И эта информация тоже нам офильтровать. И для этого мы смотрим, что это было в Чемберден-стрит. Для этого мы пишем стрит, равняется. И давайте я это скопирую, чтобы... Чемберден-стрит. И теперь у нас есть информация, которая была записана. Была украдена утка. Давайте для удобства я вам переведу. Была украдена утка в 10 утра в здании суда на улице Чемберден. Сегодня проявились интервью, в котором было 3 сидителя. И они все участвовали в это время. И в стенограмме у них упоминается, что они участвовали в зале суда. Это изначальная информация. Я эту информацию оставлю как домашнее задание. Оно потребует довольно немного времени. И это вас научит тому, как комбинировать разные виды информации. То есть, как вы сможете по схеме посмотреть сперва, как там был криминал. Потом вы сможете посмотреть интервью, которые проходили. Вы можете связать время, какие люди и какие машины были в этом здании. И таким образом вы сможете эту самую информацию собирать, информировать. И у вас выйдут те самые подозреваемые, которых мы искали. Я скажу, их будет где-то 3 или 5 человек. Там и к следующему дню или ближе к субботе мы можем обсудить, кто именно является вором. Что ж, дайте мне секунду. И так. Таким образом у нас работает скивал. Вначале он может показаться, что он реально сложный. Но на деле это лишь столбцы, такие же столбцы в Excel, которые вы проверяете каждый день. Просто мы сейчас общаемся через команды. И таким образом, когда вы будете работать в питоне, вы можете сортировать данные, искать данные и вводить информацию о людях и о ваших будущих клиентах. И таким образом у вас будет готова система. Дайте мне секунду. Если у вас есть вопросы, вы можете задать в чате. Буду рад на них ответить. Спасибо. 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 Так, Беркут Салем, можешь кучить звук? Прошу прощения. Да, конечно. В общем, да, сейчас покажу, как это создать. Для этого мы, если вы хотите работать именно с питоном, вы должны это просто импортировать в библиотеку SQLite. Библиотека – это просто готовая команда, готовый код, с помощью которого вы можете работать. И таким образом мы можем создавать базу данных, мы можем добыть информацию, и мы можем эту информацию обрабатывать и принимать в SQL. Сейчас быстренько покажу, как это работает на деле. Давайте я не буду создавать базу данных. Я просто буду делать удобным способом. Мы просто… Самый способ – это просто прогулять, как она работает. Тут она немного сложно показывается, но идея – это не совсем так сложно. Для этого… Сейчас быстренько посмотрим. Эта информация все верная. Давайте просто… Так, первым делом мы просто соединимся с базой данных, это будет con, и мы пишем название файла, это будет shows.tb. То есть таким образом мы делаем то же самое, что и делаем в терминале. То есть мы пишем SQLite 3, и база данных, в которой мы работаем. Это shows.tb. Таким образом мы туда просто входим. Точка exit. И теперь мы туда можем делать какие-то разные команды. Давайте мне секунду. Для этого мы пишем. У нас есть вторая команда. Это quer, это означает просто ввод аргументов. То есть это то же самое, что если мы пошли, и мы просто вводим команды. Это то же самое. Только в данном случае мы делаем это автоматически через Python. И теперь мы можем… Сейчас, дайте мне секунду. И теперь у нас есть первая. У нас мы импортировали, мы сделали соединение, мы туда… Да, мы там открыли наш терминал, скажем так, и мы там уже вводим один аргумент. Давайте возьмем, например, такое. Давайте в данном случае я сейчас быстренько сделаю самый простой. Это delete. Все. Из, например, people. И таким образом эта самая команда вводится, и она удаляет все, что есть в people. Давайте мы это проверим. Мы сфера вручную зайдем в базу данных. И посмотрим show. Ой, не show, а select. Все, что есть в people. И думаю, это хватит. Просто сделаю лимит на 10 человек. И таким образом мы видим, что тут есть люди. А теперь я включу эту команду. Я выйду отсюда. И теперь мы сделаем через… Давайте я сейчас скопирую этот файл, чтобы мы могли бы с ним работать, чтобы он не потерялся. Все, супер. А теперь мы просто сделаем python3.shows.b. Ой, извините, не python3.index.py. Это мы должны ввести как текст. И таким образом он что-то делает. Команда завершается. И теперь, если мы обратно зайдем в show. Прошу прощения. Так, скопирую 3. И мы сделаем select все из shows. Не shows, а people. Он выводит ничего. Потому что этот самый питонскрипт, он вывел эту команду, запустил. И таким образом база данных удавила все, что есть в людях. Таким образом мы тоже можем фильтровать и импортировать любые данные, которые есть. Итак. Окей. Сейчас на деле. Сейчас работа питон, это немного отходит от темы. Но я готов буду рад вам это объяснить. Давайте поэтапно посмотрим. То есть мы импортируем библиотеку skill-like. Потому что питон без этой команды, он не будет знать, как работать с SQL-файлами. И для этого мы запускаем эту библиотеку. И мы создаем connection. Connection это соединение. То есть мы говорим SQLite, соединяйтесь с этим файлом. То есть открой его для нас, чтобы питон мог с ним работать. И курсор это как терминальная команда. То есть мы открываем возможность питону, чтобы он мог уже вводить туда команды. И таким образом мы вводим команду. Удалить из людей все, что есть. Точка запятая не требуется. Оно сделает за вас. И commit. Commit он просто скажет, чтобы эту команду, все команды, которые были до этого, они запустились. И чтобы база данных сохранилась. И таким образом мы открываем, мы подготавливаем курсор. И мы через курсор запускаем команду. И мы эту самую команду закрепляем, сохраняя файл. Вроде все. Есть еще вопросы, как работает SQL. Буду рад на них ответить. Продолжение следует... Продолжение следует... как я помню с экселем напрямую работать через скивал нельзя но для этого есть готовы программы давайте я сейчас найду команду которая у нас есть как пакет эту команду смогу запустить только я потому что у меня стоит линукс и я могу тут запускать его команды давайте я сейчас зайду кадир с 1 сидит с 1 и теперь тут прошу команду в get он за не скачает весь файл этот файл не есть и открою это самый откроют папку у меня есть это и на деле есть приложение которое могут это открывать я не совсем помню как они называются это кажется но я могу быть не прав кажется да и не совсем верно его пишу в общем есть графические решения которые показывают это самый базу данных как как обычная цель то есть вы можете все это выделяет сохраняет удаляет из их и сохранять удалять и копировать да кстати есть разные модули есть разные плагины которые можно добавить в excel и такую вещь тоже можно сделать но такое обычно не рекомендуется лучше скачать отдельную программу которая будет открывать вам искал если еще вопросы если пока вопросов нет я буду я пока что скачаю программа которая может вам показать из киевал то есть опять таки сейчас просто покажу как это в линусе скачиваются файлы я просто пишу пример ну ту сквел верш вот и все и тут выходит нас рекомендации и я просто посмотрю какие рекомендации есть есть это менее спешки маятный и стабилы до себя разные положения но я пользуюсь не этим я пользуюсь немного другими сейчас этим секунду кажется это и таким образом я таким образом могу скачать программу которая мне нужна подождем пока она скачается и теперь я зайду в эту папку посвящена я открою графический редактор и тут открывает через database браузер и видите у меня немного старенький вид но теперь и вся информация который то месте она показывается например если открою я могу посмотреть из чего она построена я могу после какие данные то есть например в аэропортах у нас есть для нас аэропортов каждая своей формации или в банковских аккаунтах есть много разных формаций и это тоже можно визуально посмотреть редактировать удалять открывать и делать все что любой махинации которые нам нужны такое же решение есть и на виде но это надо просто прогуглить супер мы рады что записи запись наш датсаймс мы как раз нам будем вас обучаете как работают тону как оба данные как это все сидеть и как выявлять тренды но это уже будущие уроки а первый вопрос я не совсем еще понял сирпсистом можно формате скилл скачать базу можете просто уточнить что такое и арки спасибо гбрс 100 вы ответили если есть еще вопросы то я буду рад ответить спасибо спасибо а беркут у нас есть еще по программе квест упражнение дайте мне секунду я хочу оставить третью задачу чтобы вы могли это прорешать сами он займет достаточно много времени и но есть вторая задача дайте мне секунду у нас есть вторая задача я ее оставил для того чтобы если бы свободно время могли решить потому что там работа задачи почти то же самое что и первым активите давайте откроем и можем чего прорешать вот такая задача у нас тоже самый шоу с . дебе я бы хотел чтобы вы сперва проверили цельность ваших баз данных потому что если выводили белый то никто информация могла бы удалиться если вы с этим проблему можете обратно скачать и теперь у нас также есть несколько вопросов у нас есть вопрос первым в каком году родилась актриса по имени джерри джерри сейнфилд сколько шоу есть с идеальной оценкой 10 какие жанры есть у крау кто написал rs development и в какие шоу участвовала элисен джейни метод решения почти то же самое что в первом активе можете посмотреть как мы перешали до этого можете чуть-чуть подправить подправить своей командой и дома у вас все получится с этой задачей можете не торопиться я до 15 минут и после 15 минут мы будем вместе их решать до конца Продолжение следует... 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 остальные просто здесь вы мечете можете написать именно на какой части задачи вы сейчас находитесь супер супер ну получается только audi ардио и супер он не солдар Продолжение следует... Итак, давайте еще 4 минуты, а после мы начнем. Давайте пока не торопясь, сделаем первые три. Думаю, с этим проблем не было. В каком году родилась теория Сайнфилд? Тут у нас ничего сложного. Мы просто возьмем... Зайдем в ID. Так, давайте теперь я выйду. Посмотрим, что у нас есть. Так, первым делом я удалю старую пасту данных, чтобы восстановить... rm-shows.db. И теперь я сдвину show.save на обычную. Так, мы восстановили базу данных. Теперь SQLite3.shows.db. Мы в базе данных. И мы теперь посмотрим, что у нас есть. Я подниму. Фон. Что? Давайте вспомним, что у нас есть. У нас есть people. Давайте выведем все, что есть. У нас есть людей. For people. Где у нас... Нет, давайте. Где у нас... Name равняется... Jerry Сайнфилд. И мы видим, что она родилась в все черты в коду. Эта самая колонна называется verse. Поэтому мы вместо звездочки поставим verse. Таким образом, мы нашли, что она родилась в все черты в коду. Это первое. Второе. Сколько шел с идеальной оценкой 10.0? Давайте посмотрим, где он сам находится. У нас есть рейтинги. Давайте просто зайдем в ratings. Для этого сделаем select. Все, что есть. И делаем лимит на 23. У нас вот есть первые три. И мы видим, что эта самая колонна называется rating. И теперь давайте мы сделаем таким вот образом. Мы выделим именно count. count. То есть, будем считать, сколько есть по фильтру, в котором у нас будет 10.0. Таким образом, у нас и все баз данных, только 27 выпусков, имеют идеальный балл 10.0. Вот так мы и нашли. Это второе. Третье. Какие жанры есть у the crown? Давайте посмотрим. Первым делом мы найдем его ID. Для этого select все from shows where name, нет, точнее, не name, а title равняется the crown. Мы видим, что у нее вот такой вот ID. Мы его копируем, и теперь select все from genres, где show ID равняется этому. И таким образом мы видим, что у него жанра драма и история. Давайте лекарсты, это напиши только жанр. И мы видим, что у него из жанра есть только драма и история. Итак, как у всех успехи? Давайте мы сейчас пойдем по четвертому и по пятому. Кто написал RSI development? Тут уже нужно следить несколько баз данных. Давайте мы сперва зайдем в схему. Мы посмотрим, что у нас есть в show. У нас в show есть только title и ID, которые мы можем использовать. И у нас в описателях есть ID человека и какое шоу он делал. И у нас есть люди, в котором есть их имя и их ID. Давайте сперва найдем название. Это у нас RSI development. select все из shows, где title равняется этому. И таким образом увидим, что у него ID равняется этому. И теперь мы делаем select все from writers, где show ID равняется этому. И мы видим, что здесь один человек, который его написал. И мы его ищем в базе данных людей. select все из people, где ID равняется данному числу. И мы видим, что его зовут Mitchell Hurts. Это четвертый. И последнее, которое нам осталось решить, это в каких шоу участвовала Alice and Jenny. Это мы используем по счету уже команду, что мы делали с первой задачи. То есть мы сперва ищем ее ID from people, где ID равняется, не ID, а name равняется Alice and Jenny. У нас есть эта дата, у нас есть еще ID. Сохраним ID и теперь будем. Давайте посмотрим на задачу. В каких шоу участвовала Alice and Jenny. И для этого мы ищем... Давайте-ка посмотрю. Мы ищем stars, где она снималась. У нас есть ее ID. И поэтому пишем, что в звездах мы ищем через фильтр... Дайте мне секунду. Person ID, да? Person ID. Person ID равняется этому. И значит, она выступала вот в стольких фирмах. Теперь, чтобы вывести все фирмы, в которых она выступала, мы просто делаем select from... Дайте мне секунду. Shows. Где ID находится внутри аргумента, точка запятая. Этот аргумент мы вносим сюда. И теперь таким образом... Дайте мне секунду. И таким образом мы находим ту информацию, которая нам нужна была. А именно все тайтлы, в которых Alice and Jenny участвовала. И таким образом у нас есть приблизительно... Давайте посчитаю, сколько. У нас есть 10 фильмов, в которых участвовала Alice and Jenny. Вот и все. Надеюсь, ничего не так сложного. Главное, уметь создавать аргументы внутри аргументов. И задавать правильные вопросы у себя в голове, чтобы находить ответы на любые вопросы. Супер. У нас сейчас идет к концу. Я дам еще полминуты, если будут отдельные вопросы. И можем потом закругляться. Спасибо. 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 итак если вопросов нет то я рад что все пришли все участвовали нашем семинаре карте спелс вопрос секунду до каждое здание можно лупать одной командой но давайте вам покажу то есть то же самая команда которую мы использовали мы копируем и вместо айди мы должны тело через другой аргумент для этого затем другие скобки и находим момент которые мы писали чтобы найти эллистон дженни мы его вводим и для точности мы будем брать не все информации которые есть а только ее айди так то есть . я уберу теперь таким образом мы находим у эллистон дженни какую не из айди этот айди переносится в перс найди и перс через перс найди мы звездах находим с каких она фильмах участвовала из-за того что несколько мы будем делать через in и после через этот фильтр который мы создали заранее шоу показаться именно количество фильмов которых она участвовала 10 и для уточнения давайте уберу аккаунт чтобы могли посмотреть все фильмы вроде все то есть это фильмы в которых она участвовала вот так если нужно именно решение одной командой то данной командой можно найти все информацию о нашей задачи например если будем это делать питоне то эта команда 3 высокая чтобы она ввелась только один раз и с помощью вывода данных мы найдем все информации которая нам нужна была данные вопросы думаю отвесить и раз дайте секунду значит это вопроса можете обсудить с нашим ментором гостанам который обучает по data science он ответить на все ваши вопросы и это просто много отходит от главной темы если есть еще вопросы по скивал по скиллайт или как его используют питания то я буду рад есть это можете включить звук и спросить если у вас какие-то вопросы супер хорошо если да мы решаем вопросы кайку чтобы туда лица хорошо если если еще есть вопросы то туда будем медленно закругляться спасибо давай камеры включим здесь и себя то а можно ли делать питоне помимо удаления и добавления баз данных можно также это данные но вот эти самые данные собирать в одну кучу и делать какие-то с ними махинации а потом всем например но потом делся что угодно с этими данными и отправить обратно войске в например как я делал у нас есть список наших людей которые хотят участвовать я просто через скивал делаю select все из баз данных и там беру именно той формации которыми нужно и каждую пашу и отправляю сообщение чтобы вас уведомил об этом в этом и суть и скивал то есть вы просто берете данные для эти данные или добавляйте данные это самое главное что он имеет нет здесь имелось ввиду вопрос что еще можно делать питоне можно делать что все что угодно на танты язык программирования в котором можно делать буквально все скивал лишь одна из небольшой части того чему нужно учиться в питоне я хочу сказать вот типа если вы даже вы будете делать что-то в питоне это есть предел использование питона то есть иногда бывает неэффективно писать на питоне например какие-то сложные вычислительные системы там например яндексе пишут на си плюс плюс и у них специалисты по машинам обучения вообще не рекомендуют использовать питон то есть все зависит от задачи и под задачи убирают инструмент как то так вот а так в питоне можно делать и научные вычисления и какие-нибудь там я не знаю сложные математические операции можно делать манипуляции запросы с базами данных где-то ну чисто питон вряд ли получится особенно если какие-то вы проекты здесь нужны глубокие знания джаваскрипта если вы хотите что-то уметь выкатывать продакшен работать сервером с хостингом с бэкэндом и с базами данных все супер спасибо так может быть еще у кого-то есть вопросы если здесь нет вопросов вот вижу есть коллег сам фасада здравствуйте коллеги не буду гректо но welcome to open lectures так мир код спасибо да я завершаю запись